в таком виде у нас сейчас капуста прошли дожди два дня дождей людей в поле нету осталось чуть-чуть ее прополоть в принципе капусте все уже вот собирается качан наша капусточка еще полторы тысячи тонн надеюсь будет у нас картофель частично хлам зарос вот видите полосу здесь работали зинкором но часть картофеля процентов 30 почему много травы я говорил что есть риски непонятной химии когда работаешь не то что непонятный говорили что именно для картофеля подходит использовали на где-то 30 процентах 50 даже чуть меньше 50 процентов лазурит и хоть и фирма приезжала производитель непонятно непонятно каким образом у нас хотя и нормальную дозировку температурный режим выдерживали его очень сильно завернула сейчас покажу старую видяшку который давно снимал что от этого лазурита у нас получилось то есть лазуритом и вряд ли будет будем пользоваться ребята вспоминали в том году хотя грешили на другое на погоду что хотя примерно то же самое как рассказывает происходило в том году сейчас покажу видяшку старенькая то есть этого года середины леток после обработки лазуритом 20 сентября а а а а а а а Продолжение следует... 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 конечно может уже заразиться а так вот такие уже луковицы но ему еще расти и расти этому лугу дайтоне это не сивок он будет позже будет убираться начале сентября но использовать его на репку на выгонку в начале сезона не стоит поэтому мы его будем закладывать на хранение крупный лук как продовольственный продавать а мелкие он второй половине сезона у ребят также сейчас постараюсь показать фотографии по ходу этого видео принципе ребятам понравилось из него перо во второй половине сезона и ближе к весне особенно так давайте дальше пойдем здесь место на камере хватит всего там у нас вдали вот где-то кусочки травы остались это не беда так ладно камеру выключу пока через секунду для вас дойду до севка включусь штутград и севка травы здесь намного поболее с этой стороны стороны мы не смогли нормально от нее защититься с другого конца поля то есть туда километр идти по грязи я просто не пройду то есть штутград будет не крупный как и в предыдущем видео сейчас на ваших экранах появится ссылка можете посмотреть как с того края выглядит штутград и севка то есть крупного не будет он уже заваливается сейчас после дождя в августе обещают хорошую сухую погоду жаркую мы будем полностью отключать от полива вот и в принципе готовится к его уборки сейчас настраиваем уборочную машинку то есть крупного его не будет будет средняя фракция то есть вот здесь если вот эта луковица взять еще он чуть-чуть подрастет по доза перед дозариванием но не перед дозарем когда будет дозариваться вот его фракция то есть максимум зажигалка такая луковица будет будет конечно и крупные балабяхи попадаться но как вы знаете у штутгарта это незначимо неважно то есть крупный лук он плоский подрезаете его по как сказать поверху и все зачатки будет видно крупного лука не будет как и говорил видео перед этим он как вам сказать для вас это хорошо для папа хорошо допустим если он будет брать у нас на зелень на выгонку но то наш желаемый мы не получим то есть будет его примерно в два раза меньше ребята говорили что хорошо у кого мы покупали селку что им не понравилось ну что 58 тонн гектара но у нас дай бог получить бы тонн 25 гектара и соответственно как и говорил всем кто предоплачивал на слух покупал из-за этого его стоимость такая и никто не за него брать не хочется не не берется если дает он и там будет 70 50 70 50 минимум а так вообще желаемый объем тонн 80 гектара то здесь нам бы если мы получим 30 тонн гектара для нас это будет отлично вот травы здесь полно ручную здесь не проходили с химией не получилось бороться 100 с того края еще открывали раскрывали проходили вручную но как есть так есть работали уже препаратами уже не работаем селитру не даем сейчас до этого неделю вымывалась селитр плюс сейчас дождь вымывает и плохо здесь показывает до в траве но дальше идти что-то у меня желание нету поэтому ребят как есть так и показываю все кто оплатил этот лук заранее кто помогал нам весной порядке очереди мы будем его отправлять как он пройдет дозаривание просушиться закроется шейка будем перевозить на склад перебирать но все вам это буду показывать травы не пугайтесь никак она на лук на сам не повлияет повлияет на тоннаж уже повлияло смогли только где-то 4 4 часть поля нормально прополоть здесь можно сказать в этом году не справились не успевали то есть не смогли вовремя сделать необходимые обработки ну что всем пока звоните по штутгурту здесь саратовской области у нас осталось всего тонну 30 40 которые мы можем продать по предоплате все спрашивают по факту но по факту здесь вряд ли уже будет потому что основные объемы уже выкуплены спасибо ребятам кто помогал но еще нужно дождаться ряду результата то есть после уборки когда всех приглашаю кто предоплачивал на отгрузку так как чтобы не было потом вопросов своими всегда нужно ездить на отгрузке в принципе что рассказывать буду дальше рассказывать как у нас дальше что будет просто сейчас хочу съездить на недельку домой кто там хотел ко мне в гости приехать приезжайте звоните если будет время всегда встречу но и числа 10 августа уже можете приезжать сюда на поле но это я говорю тем людям кто самой весны помогал нам материально средствами то есть кто предоплачивал этот лук всех ждем на поле все всем пока будут еще новое видео как начнется уборку будут снимать показывать